Приветствую всех любителей игры миллионов на своем канале Футболсан. Представляю рассказ про четвертое и девятое места среди футболистов СССР по опросу еженедельника Франсфутбол на золотой мяч лучшему игроку Европы, в который вошло по два представителя Киевского Динамо и Московского торпеда плюс по одному из от московских Спартака и ЦСКА. Погналы. Начиная с 1956 года еженедельник Франсфутбол проводит опрос на обладателя золотого мяча лучшему футболисту Европы, в который неоднократно входило 29 представителей СССР. Каждый член УЕФА, то есть страна, выдавала свою анкету из пяти номинантов, где за первое место начислялось пять очков, второе четыре, третье три, четвертое два, пятое одно, а я свой рейтинг вычислял просто, по общей сумме набранных очков. Итак, сейчас третья часть моего повествования про лучших футболистов СССР. И начинаю с Эдуарда Стрельцова. Гордости и боли советского футбола. Гордости, потому что подавал огромные перспективы прогресса в звезду международного уровня, чему свидетельство два очка в 1956 и 12 на следующий год, когда сборная СССР, где Стрельцов играл важную роль, впервые пробилась на чемпионат мира. Можно предположить, что в 1958 рост набранных очков в зачет золотого мяча Эдуардом продолжился бы, если бы его не посадили перед самым чемпионатом мира Швеции. Это отдельный разговор о причинах пребывания Стрельцова в местах не столь отдаленных, так отдаленных от большого футбола. Многоговорящий факт, что после своего возвращения в московская торпеда и сборную СССР Стрельцов не только становился лучшим футболистом союза в 1967 и 2008 годах, но и в вопросе на золотой мяч, 67 набрал 6 очков, причем в одной анкете Эдуард на первом месте. Специалисты не уставали поражаться футбольной мудрости Стрельцова, который кроме голов начал выдавать потрясающие ассисты, а болельщики и вовсе утверждали, что создается впечатление, будто бы у Стрельцова есть глаза на затылке, в смысле торпедовец прекрасно видит поле. Эдуард Стрельцов, 20 очков, 9 место. Восьмое у знаменитого, ставшего легендарным из-за полуфинальной монетки на Евро-68, защитника московского ЦСКА и капитана сборной СССР Альберта Шестернева, который 4 года подряд упоминался в анкетах на золотой мяч. 1968 – 6 очков, 69 – 8, 70 – 7, 71 – 1, что дало в сумме 22 очка. Причем у Альберта два вторых места в вопросе францфутбола 1969 и одно первое место 1970 плюс два пятых. Уверен, и в 1968 году у Шестернева было бы побольше достижений, нежели третье, четвертое и пятое места, если бы он не тормознулся при определении победителя полуфинала Евро, когда после нулей с Италией, судя перед тем, как подбросить монетку, спросил именно у Шестернева, какую сторону он выбирает. И хоть как-то мне кричал в сторонке старший тренер сборной СССР Михаил Якушин, выбирай фигуру, но Альберт пребывал в каком-то непонятном ступоре, как он сам потом вспоминал, вроде бы слышу, что Михеевич кричит, а сделать ничего не могу. Арбитру надоело ждать, он обратился к капитану итальянца Факетти, тот выбрал фигуру французской монетки, и Италия вышла в финал. А не, затормози Шестернев, СССР мог бы победить в финале Югославов, с которыми тогда играл успешно. И это капитан советской сборной мог бы набрать 30 очков голосований францфутбола, а не Факетти. Но что случилось, то произошло. Итак, Альберт Шестернев, 22 очка и 8 место. Седьмое еще у одного игрока, который 4 года подряд ходил в номинантах опроса францфутбола на золотой мяч. В 1964-м полузащитник московского торпедо и сборной СССР Ален Делон советского футбола Валерий Воронин буквально ворвался в список номинантов. В одной анкете назван лучшим в Европе, а также по разу третьим, четвертыми, пятым и 11 очков в сумме. Гол Воронина Швеции установил на 83-й минуте окончательные 3-1 и вывел в сборную СССР в финал 4-х Евро-64, где в полуфинале Валерий открыл счет с Данией 3-0, но потом было поражение в финале от Испании 1-2. И хоть в самом Союзе такой результат посчитали провалом, в Европе думали иначе. Даром что ли в анкетах на золотой мяч два советских игрока, Яшин и Воронин? В следующем, 1965-м, Воронин назван уже в пяти анкетах, вторым, четвертым и трижды пятым, и 9 очков в итоге. Валерий, можно сказать, стержень сборной СССР и ее осенний капитан. Советская команда тогда уверенно выиграла отбор на английский чемпионат мира и совершила в конце года удачные турне по Южной Америке, где отыграла у Бразилии 0-2, 2-2, 1-1 в Аргентине и победила у Ругвай 3-1. Так что нет ничего удивительного, что Воронин плюс ко всему становился победителем двух первых опросов на лучшего футболиста СССР в 1964 и 1965 годах. В 1966-м Валерий один из тех, кто добыл для советской сборной ее высшие достижения на чемпионатах мира, полуфинал, четвертое место и четыре очка в опросе на золотой мяч. Плюс еще два в 1967-м, когда сборная СССР играла по бразильскому принципу «Вы нам забьете сколько сможете, а мы вам сколько захотим» и была признана сильнейшей в Европе. Итак, Валерий Воронин, 26 очков и седьмое место. Четыре года подряд входил в число номинанта на золотой мяч и Александр Заваров, звезда международного уровня, начавшая блистать в киевском «Динамо» Валерия Васильевича Лобановского. 1986 год – вершина всепланетарного признания Заварова. Без него невозможно представить ни киевское «Динамо», ни сборную СССР, ни вообще советский футбол того времени. Заваров своей филигранной техникой с лаломными проходами на высокой скорости буквально ошеломлял соперников. Плюс часто Заваров забивал важные голы, причем головой, это при его-то невысоком росте. Именно так Заваров и воткнул мяч в сетку мадридского атлетика в самом начале финала Кубка Кубка 86, что обозначило дальнейшее течение матча в пользу киевского «Динамо». На чемпионате мира в Мексике верткий Заваров получил свою долю мировых восторгов, которые увеличились после того, как сборная СССР в отборе на Евро 88 уверенно обыграла на Парк Де Пренс действующих чемпионов Европы французов в 2-0. В опросе на золотой мяч 1986 Заваров назван в пяти анкетах, причем в двух на первом месте, плюс одно второе и два третьих, что дало в сумме ровно 20 очков. В СССР по опросу еженедельника футбол-хоккей Заваров и вовсе обошел победителя опроса на золотой мяч лучшего игрока Европы Игоря Биланова. Такой вот парадокс. В Европе Заваров шестой, но первый в Союзе, а Биланов второй среди своих, но лучший среди чужих. Дальше еще на протяжении трех лет Заваров выдавал яркие матчи, которые тянули за собой международное признание путем опоминания в голосовании на золотой мяч. В 1987 году Заваров набрал три очка, а в 1988 пять, что и неудивительно, учитывая потрясающую игру Александра в полуфинале Евро-88 с Италией, выигранной советской командой 2-0. Именно в 1988 Заваров перешел за огромные тогда 5 миллионов долларов из киевского Динамо в туринский Ювентус, игрокам которого в 1989 был однажды упомянут на пятом месте, что в сумме дало Заварову 29 очков и шестое место. На пятом Алексей Михаличенко, главная звезда киевского Динамо и сборная СССР конца 1980-х, чему яркое свидетельство и международное признание в опросе на золотой мяч. В 1988 году Михаличенко сыграл выше всяких похвал в составе сборных СССР. Первая под руководством Валерия Лобановского стала второй на Евро-88, а осенью олимпийская команда Анатолия Бышевца выиграла олимпийские медали Сеула-88. И там, и там Михаличенко на первых ролях. Настоящий лидер, личным примером вдохновляющий товарищей по команде на свершение. Как бы высокопарно не звучали эти слова, но так оно было на самом деле. В итоге при голосовании Францфутбола в конце 1988 года Михаличенко был назван в 17 анкетах, три раза на втором месте, по пять на третьем и четвертом, и четыре на пятом, что дало в итоге 41 очко и четвертое место после блестящей чемпионской тройки летучих голландцев Марко Ван Бастина, Руда Гулита и Франко Райкарда. Зато в СССР при опросе в футбол-хоккея на лучшего футболиста Союза Алексею не было равных. Дальше Михаличенко на золотой мяч в 1989 году набрал 6 очков и в 1991 году одно, уже как футболист итальянской Самбдории, взявшей единственное свое золото с Кудетто и шотландского Рейнджерс. Хотя далеко не последнюю, если не решающую роль, играли выступления Михаличенко за первую сборную СССР. Итак, Алексей Михаличенко в сумме опросов Францфутбола набрал 48 очков и занимает почетное пятое место. На четвертом голкипер московского Спартака и сборная СССР Ренат Досаев, который поразил футбольный мир своей потрясающей игрой на испанском чемпионате мира 1982 года, где сама советская команда не впечатлила. Но ее голкипер, буквально с голов снимавший мячи у звездных бразильцев, шотландцев, бельгийцев, поляков и отражавший невероятным образом их удары, запомнился и полюбился мировой футбольной общественности. В опросе на золотой мяч 1982 Ренат Досаев озвучен в десяти анкетах. Один раз второй, четыре четвертый и пять пятый, что принесло в сумме 17 очков и шестое место, плюс лучший футболист СССР. В 1983 Досаев снова шестой, одно второе место, одно третье, три четвертых и два пятых, что дало в сумме 15 очков. Тут и матч за сборную СССР, которая только в последний момент не смогла попасть на Евро-84, и московский Спартак в Кубке УЕФА, когда была пройдена английская остановилась Бримингема, и в итоге состоялся первый выход советского клуба в четвертьфинал этого престижного турнира. Досаева и дальше не забывали в опросах на золотой мяч. 1984 год одно очко, 85-й восемь, 86-й пять, 87-й два и три в 1988, когда Досаев был признан еще и лучшим вратарем мира. Все это время Ренат являлся номером один в сборной СССР, кто бы не рулил главной командой страны. Что есть еще одно доказательство высочайшего мастерства Досаева, которое признавали и специалисты. Итак, Ренат Досаев четвертый в сумме набрал 51 очко. Дальше будет первая тройка сильнейших футболистов СССР по опросу францфутбола на золотой мяч лучшему игроку Европы. Думаю, даже уверен, все уже догадались о ком именно пойдет речь. Да, впереди Игорь Биланов, Олег Блохин и Лев Яшин, о которых и пойдет речь в предпоследней части моей рубрики про лучших советских футболистов, имеющих официальное международное признание. Болеем за наши команды. С вами был Саныч. До новых встреч.